Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В студии первый заместитель министра социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко. В Рязанской области детский телефон доверия заработал в 2010 году. С июля месяца у нас были подключены три телефона и уже с сентября были подключены к общероссийскому номеру 8 800 2122. Это детский телефон доверия, на который обращаются дети, подростки, взрослые со своими вопросами. Какие вопросы все-таки чаще всего задают? Тут зависит от того, кто обращается. Если звонят дети, подростки, то это вопросы и межличностные отношения со сверстниками. Бывают проблемы поссорился с другом, нет друзей. Это взаимоотношения полов. Бывает такое, это первая влюбленность, сложности с установлением контакта с противоположным полом. Это вопросы, которые связаны с учебой. Это страхи ребенка по поводу оценок. Будут ругать, не будут ругать. Это страхи, что они смогут не справиться с какими-то заданиями. Либо это подготовка к экзаменам. Ну и иные какие-то межличностные отношения. С какого возраста ребята принимают решение позвонить постороннему человеку и рассказать действительно, что есть какая-то проблема, которую он не может обсудить с родителями или друзьями? Скорее, это уже подростковый возраст. Это был где-то пятый класс. Откуда звонят? Из дома, из сотовых телефонов? Они спрашивают, будет ли записан разговор, можно ли опознать. Вы спрашиваете, как зовут ребенка? Мы спрашиваем в зависимости от той ситуации, если ребенок готов раскрыться, если он понимает в процессе разговора, что ему нужна именно консультация уже очная, либо помощь какая-то, то есть тогда да. Тогда мы уже спрашиваем, как зовут, то есть готов ли ребенок сам раскрыться, о себе рассказать. Вот в иностранных фильмах там все очень четко. Там видишь, насколько четко построена, продумана вся эта система. То есть как в кал-центре, то есть все специалисты в каких-то отдельных кабинках, где никто не сообщается, где есть тишина, где есть абсолютный контакт с человеком, который звонит. Если вдруг что-то, есть возможность связаться сразу же с какими-то службами. Как у вас это все происходит? Всего у нас шесть рабочих мест. Это изолированные рабочие места. Работает всего в этой службе у нас семь специалистов, четыре днем, три в ночь. То есть это круглосуточная служба. Безусловно, если ребенок раскрывается, если требуется срочная помощь, то есть возможность связаться с соответствующими органами. Как часто такое происходит? И какая помощь обычно медицинская, полиция нужна? Что происходит всеми? Кризисных звонков их немного. Вот если мы возьмем прошлый год, из почти 11 тысяч звонков 8 было кризисных. То есть в основном это все-таки вопросы, связанные с каким-то стрессом, который у ребенка возник, либо необходимости выговориться. Потому что ребенок все-таки интуитивно, да, он решает какие-то вопросы со сверстниками, советуется. Но интуитивно он все равно тянется к взрослому. И если какой-то контакт нарушен с родителями в какой-то период времени, то да, звонят. Можно ли по одному звонку сразу определить, какой совет нужно дать? Я понимаю, что наверняка у вас работают очень опытные профессиональные психологи. Но мы общаемся с психологами, они говорят, что пока настроишься, пока расположишь к себе человека, пока выяснишь, что происходит. Только тогда уже можно как-то продумать ситуацию дальше. Специалисты проходят специальное обучение именно для работы с подростками, с детьми, именно по телефону. Поэтому у них уже есть свой определенный алгоритм действия. То есть как выстраивать беседу с позвонившим. Понять сразу, если ребенок конкретно проблему называет, то да, иногда требуется час и более на то, чтобы как-то ребенку помочь. Опять же, не за него решить проблему, а помочь ему самому найти правильное решение для него. Бывает так, что ребенок звонит одному и тому же человеку. Ему понравился голос, ему понравился совет, а проблема какая-то новая появилась или возобновилась старая. И вот ему нужно именно этот голос услышать. Такой учет у нас не ведется просто потому, что работа посменная, работа круглосуточная, специалисты меняются. Ребенок соединяется по той линии, которая в настоящий момент бывает свободной. Вот я хочу о чем сказать. Иногда у родителей складывается ошибочное мнение и какие-то опасения по поводу звонков своего ребенка на телефон доверия. Почему? Потому что они не знают личность психолога и могут быть опасения того, что у ребенка лучше контакт установится с психологом, чем с родителями. И вот тут я хотела бы сказать как раз о том, что основная цель психолога – это помочь ребенку в данной конкретной критической ситуации. И все-таки настроить его на то, что в основном проблемы надо решать с родителем, потому что именно родители, именно семья – это, наверное, база, это твой защитник, это твоя поддержка. Ну, тут вот вопрос достаточно спорный, на мой взгляд, потому что мы видим семьи разные, как журналисты. Мы видим семьи, где нет не то, что контакта, элементарного уважения, гигиены и просто какого-то быта. Отсутствует все, отсутствует питание, должный уход. Ребенок сам по себе, родители сами по себе. Вот тут, наверное, психолог все-таки важнее, чем поддержка, которой нет. Если ситуация достаточно запущенная какая-то, то здесь уже, конечно, ребенку предлагается обратиться непосредственно для уже оказания постоянной какой-то помощи, а вот не такой разовой. У вас есть сайт, на который можно написать? Иногда позвонить сложнее, услышать какой-то голос и понять, что тебе надо говорить – это сложнее. А вот написать, пообщавшись, может быть, с кем-то по скайпу, посоветовавшись – так проще. Да, в комплексном центре у нас, во всех комплексных центрах у нас есть обратная связь. То, что касается детского телефона доверия, то это отдельная служба. Это как бы не в рамках того, о чем вы сейчас спросили. Да, обратная связь есть, и можно пообщаться с психологом любого нашего учреждения, где такие специалисты есть. Все-таки детский телефон доверия – это своя специфика. Есть какие-то мероприятия, которые привлекут к вам еще внимание и детей, и родителей, и, возможно, важно на них попасть? Да, в этом году 5 лет детского телефона доверия. Наш регион один из первых подключился к этой работе. И 17 мая, в день международного детского телефона доверия, на площади Победы, в 11 часов, пройдет акция «Мы поможем тебе стать самостоятельным». На эту акцию, пользуясь случаем, приглашаю и подростков, и родителей, для того, чтобы можно было им более подробно познакомиться с этой службой, с деятельностью этой службы. Получить какие-то, может быть, какие-то рекомендации и буклеты. Там предполагается и праздничное шоу мыльных пузырей, поэтому приятное с полезным. Кроме того, планируется проведение открытых уроков в отдельных школах по области. В любом случае, конечно, стараемся привлекать внимание, в том числе и общественности, к тому, что детский телефон доверия служит только на укреплении семейных отношений, семейных ценностей и на защиту ребенка. А вот это ведь интересный, на самом деле, вопрос, потому что семья, где все хорошо, она на такие мероприятия не пойдет. Она сходит в цирк, я не знаю, в кино, в кафе, куда угодно. А там, где есть проблемы, наверное, еще сложнее выбрать день, чтобы вместе с ребенком, с родителями прийти, опять же, к чужим людям. Может быть, есть какой-то универсальный совет, как начать вот этот путь к тому, чтобы научиться доверять самому? У нас существует достаточно широкая сеть различных психологических консультаций. Есть педагогические психологи, педагоги, различные специалисты, которые работают очно уже с семьями в наших учреждениях и, я знаю, в школах, в системе образования. Чем привлекателен именно телефон доверия? Это вот основные принципы. Анонимность, доступность, конфиденциальность. В некоторых случаях, то есть, если это касается родителей, он должен для себя сам определить. Если родитель понимает, что у него возникла вот 7-минутная проблема, как правило, то есть, с такими вопросами не звонят. Недаром из общего количества звонков за прошлый год, это было более 11 тысяч, от родителей поступило меньше 300 звонков. Мы бываем очень часто на каких-то массовых мероприятиях. Мы прекрасно видим, что маленькие детки занимаются чем угодно вдали от родителей, которые на них абсолютно не смотрят. То есть, мы-то видим больше. Мы за ширмой показываем красивое лицо происходящего. Что бы вы сказали родителям, почему так много проблем? Мне кажется, от того, что родители перестали уделять внимание должное своим малышам. Здесь, наверное, самый основной совет – это разговаривать с ребенком. Потому что, да, жизнь наша, и ритм жизни достаточно быстрый, родители заняты. Но в любом случае надо просто находить время на то, чтобы с ребенком разговаривать. Потому что, если с ребенком разговариваешь… Обо всем. Как прошел день? Что нового? Обо всем. Возможно, даже делиться какими-то своими маленькими секретами. То есть, для того, чтобы установилось доверие. Общение – это доверие. Доверие – это значит, что ребенок придет к тебе в любой ситуации, попытается решить вопрос внутри семьи. Спасибо. Давайте еще раз напомним. Мы, естественно, разместим на экране телефон доверия, чтобы ребята, их родители увидели. Напомните, пожалуйста, куда позвонить. Единый телефон – 8 800 2122. В любое время суток доступен этот номер телефона. Звоните, мы готовы вам помочь. Спасибо. Ну, а ребятам хочется сказать – не стесняйтесь спрашивать помощи, тем более, если это действительно анонимно и может помочь. Это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова